Здравствуйте, друзья, братья Парусы. В этом видео мы поговорим о беннинге. Термин импортный, но согласитесь, заменить импортное слово на какой-нибудь типа постелинг как-то не очень получается. Поэтому пусть мы беннинг. Итак, что же такое беннинг? Из названия понятно, что беннинг это не что иное, как формирование в лоджементе, то есть вот в этой собственно части вытиска ресивера. Вот мы имеем ресивер, соответственно, формируя постель под этот ресивер, мы выполняем эту операцию полного вида. А постель будет жестко фиксировать ресивер, а карабин на деревянном он же нет. При этом уйдут паразитные зазоры, которые у нас возникают в результате того, что дерево дает усадку или, наоборот, набирает форму. Вот этот самый ЧЗ, на который я уже владею, ну, более 10 лет, стабильно выдает половину головы минут. На стрел составил 1560 выстрелов. У меня записано. А в стрелком журнале я записываю результаты и какими патронами я стреляю. То есть, сделав беннинг, мы значительно улучшаем характеристики оружия. В общем, оно значительно. Вот лично меня, как бы, к этой теме беннингования, да, вынудили печальные обстоятельства. То есть, это через год эксплуатации перенослили более пяти, ну, где-то пятиста, шеста, сейчас уж я точно не помню, можно же много смотреть, лобного ложа. Поэтому вот пришлось взяться за ремонт корабль на собственные силы. Трещину здесь вот, ну, фактически, от нее даже не оставалось следа показать. Я дегстрином заклеил эту трещину, обмотал резиновым бандажом. В аптеках продается такая серая лента бандаж резиновый. Прекрасно, кстати, спасает, спасает во многих случаях. Туго обмотана, она будет держать, не повредит покрытие, не повредит дерево. Ну, и до высыхания, как будто полного высыхания. Ну, постель, естественно, заливается компонентным эпоксидным компаундом. Втулки, вот я, в частности, у своего карабина делал пару, две пары, точнее говоря. Я использую исключительно стальные, с накаткой. Если вот вам будет про втулки отдельно интересно, я могу нарисовать, какие должны быть втулки, как они, какой формы, нужны ли каннелюры, какая, какой диаметр. В принципе, если будет интерес и достаточно подписчиков, то я про втулки нарисую. Так что подписывайтесь, оставьте комментарии, оставляйте. Про накаточку расскажу, что, как и в основном, сделать в домашних условиях. У кого нет возможности доступа к мастерским, чтобы только пекать там и прочее были под рукой. То есть, фактически, в любых домашних условиях можно это будет сделать. По поводу закона об оружии, да, во всех случаях скажу, что вот я карабином владею вполне официально. Уже много лет. Так что, про видео. Было снято давно, в 2011 году. К великому сожалению, первая часть ролика была «Поль Тульки» и она безвозвратная. Поэтому я вот в качестве компенсации отсутствия начала ролика я на мульт нарисовал. Этот мультик, ну, надеюсь, вам понравится, будет полезен вам. Ну, тем более, что мульт смотреть можно покадрово. Нажмите паузу и все прекрасно выглядите, можно будет понять, по крайней мере, что за чем следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Для вклеивания, для бенингования, для вклеивания мы будем использовать суперхват. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 начинаем в клейку и начинаем укладывать втулки по месту вот такой вот у нас есть тикелечек на конце нашей привода и прибуды который позволяет диаметром 66 миллиметров диаметр 6 миллиметров который нам позволяет попасть в резьбу и оцентровать втулочку по месту тема наносим компаунд на втулку и на стенки нашего отверстия вставляем и вот по нашему кондуктору отпускаем чтобы не убежал наш компаунд можно подклеить здесь есть про . заклеить эту про . пластилинчиком я забыл это сразу сделать вы постарайтесь это сделать до того как втулку утопили все задняя втулка у нас утоплена то же самое мы делаем со втулкой основной лапы отдачи намазываем компаундом стенки хорошо и непосредственно втулку непосредственно втулочку одеваем одеваем на наш кондуктор на кондукторе очень удобно это делать держать поворачивать все любые операции с кондуктором получаются удобнее и подручнее вставляем в резьбовое отверстие и аккуратненько осаживаем втулку на место не торопясь чтобы компаунд весь не выдавило вверх или вниз мы аккуратненько осаживаем лапу отдачи стоит по месту аккуратненько вытаскиваем наш кондуктор и придерживаясь снизу ресивер ставим скобу и стягиваем обработанными можно что-то у нас не очень хорошо обработано мне не нравится как у нас обработан этот болтик поэтому наверное я его сейчас дополнительно обмажу тут можно не жалеть потому что бывали случаи у людей люди рассказывают что вот этот лжевой болт он оказался вклееным это просто беда значит намазали пожирнее задние вставляя передние и стягиваем конструкцию можно проводить мидинг в один прием то есть клейку втулку и изготовление постели можно делать в один прием но я вам скажу что качество при этом скорее всего попадет довольно таки сложно две операции делать одновременно потому что ну просто это я считаю что это что высокого качества которые мы хотим добиться при изготовлении при беденговании добиться сложно одной одной операции поэтому я ее делю на две и мой карабин получит заслуженный подарок подтянули с усилием 8 ньютонометр но рука у меня набитая у меня уже динамометр можно динамометром не пользоваться ну если у кого то есть динамометрическая отвертка или динамометрический ключ ну желательно делать это конечно с ним и так мы оставляем полимеризоваться наш компаунд для контроля мы берем то что мы намешали наш шпатель в данном случае отвертка был погружен в наш компаунд по мы будем контролировать степень схватывания ну и посматривайте чтобы полностью она не схватилась нам надо поймать момент когда отвертка будет очень туго ходить в этом компаунде но окончательно не схватился то есть вот эту промежуточную стадию надо контролировать это сам ну один из самых ответственных моментов поэтому я ставлю видео на паузу и после паузы мы продолжим так продолжаем наши танцы с бублями прошел час и нам надо проконтролировать состояние компаунда момент полимеризации если он еще у нас тянется значит пока скрывать рано подождем еще пятнадцать ну может быть двадцать минут и будем снова разбирать наш корабль так прошло еще сорок минут мы смотрим состояние нашего компаунда вот он уже фактически перестал тянуться значит самое но еще до конца не заполимеризовался что очень важно значит разбираем снова разбираем корабль будь у меня несколько камер я бы конечно поставил пару-тройку снимать одной камеры тяжело приходится двигать ее вытаскиваем в карбу ну и смотрим что у нас в итоге получилось ну что ж вполне так себе неплохо здесь вот отливчик на потек на пластилин это мы сейчас уберем здесь у нас получилось ровненько растекся компаунд уберем ножиком пусть она подсохнет еще уберем ножичком аккуратненько отливы все получилось очень плотненько нигде не долилов нет везде долив как пил нам ларьки замечательно теперь с этой стороны так здесь в принципе тоже неплохо есть небольшая щель буквально миллиметр недолит но мы здесь когда будем делать полный бедер мы сюда добавим маленького комбауна ну и по центру у нас получилось под лапой все все прекрасно это мы зальем полностью зальется у нас постель здесь лишняя перемычка мы ее срежем сейчас зальется постель для этого мы подготовим чтобы у нас не перетекло не перетек компаунд в полость магазина мы из пластилинчика сделаем перемычку вот так вот сделал перемычку я заранее уже пока ждал полимеризации втулок я развел оставшиеся в тюбике композиционный материал как-то компаунд привычно уже военной терминологии теперь очень важный ноу-хау покрываем густо густо вот эти полтора сантиметра разделителем чтобы у нас в дальнейшем в эту область не затек наш компон лишнее удаляем вот и вставляем на снизу снизу вот таким образом теперь залив там ватной палочкой убрать совсем лишнее чтобы и куски не висели чтобы не нарушать структуру полимера полимера вставляем и начинаем заливать так для нас нам надо выставить таким образом сейчас чтобы ствол был чуть-чуть вверх так я тогда сейчас переставлю вот так ствол чуть-чуть вверх чтобы вам было видно хорошо я поставлю вот таким образом так вам видно? видно вам видно? да? хорошо все замечательно если вам видно то я продолжу ствол вверх чтобы у нас уровень компаунда был немножко под наклоном и смело смело заливаем нашу постельку пока я заливаю расскажу про быстросъемные антабки кто будет ставить быстросъемные антабки себе на карабин имейте ввиду что шуруп быстросъемных антаб несколько длиннее антабок штатных поэтому есть вероятность когда при вкручивании этой антабки шуруп в антабке упрется в ствол здесь впереди упершись в ствол антабка будет точнее говоря вся эта композиция будет нестабильно при выстреле куча расползется в вертикальном направлении так вот посмотрите залил вот таким образом то есть сейчас она немножечко у меня потечет будет выходить воздух и мы этому поможем в смысле выходу воздух дело в том что раз поверхность у нас разветвлена дерево имеет много каверин соответственно эти каверны легко удерживают воздух и чтобы в дальнейшем при осаживании ресивера вниз не воздух оставшийся не выдавился у нас и не образовались каверны поэтому мы сейчас его немножечко вот так вот зубочисткой поможем воздуху подняться в верхний слой надо оставить в таком состоянии покоя 15 15 минут этот компаунд где-то достаточно медленно схватывается поэтому не торопясь без суеты без особых проблем мы можем позволить воздуху выйти музыкам подняться комбан достаточно тягучий вот поэтому воздух поднимается крайне медленно но это надо сделать когда мы имеем вот такой кондуктор нам вполне это пассиво не имея соответственно кондуктора все намного хуже попадает во втулку попадает в резьбу значит вот и я не договорил про антапку либо ее надо здесь укорачивать либо подкладывать под нее шапочку потому что многие ребята на стрельбищах в тирах на охоту не могут понять почему не поползла куча кучка расползается по вертикали значит вот воздух у нас поднялся как бы я не вижу больше пузырей мы готовы к тому чтобы начать погружение все мне это нравится все это красиво берем лишнее вот здесь сверху чтобы нам самим хвачкаться она очень хорошо стирается лак на дереве полимерное через это он не боится этой химии все так прекрасно себя чувствует но все равно не хотелось бы попадать чтобы он попадал на поверхности убрали итак в общем мы по окружению готовы наши направляющие кондуктор и потихонечку не торопясь по этому кондуктору отпускаем висивер на место при этом вот сейчас у нас будет плющ пластелинчик здесь уже можно вот так вот выровнять и аккуратненько 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 чтобы большая часть ушла у нас оставшись лишняя часть у нас ушла наверх и в сторону наверх и в стороны ну вот видите часть у нас вышла это мы сейчас удалим значит компаун мы развели ровно столько сколько надо то есть это два раза по 30 грамм 30 плюс 30 60 грамм замечательно то есть вот теперь что операция не менее ответственно что называется мы должны перевернуть убрать наша часть вот как ты не делай все равно этот компаунд просачивается попадает в наш канал втулки вот для этого самим я делаю ватные палочки они удаляют удаляют и у вас есть гарантия что болт то есть ваш винтик не вклеится фиксируем фиксируем скобу фрукт маленькая ноу хау от старых мастеров а точнее старая ноу хау старый рецепт чтобы не выкручивались эти болты разводим горошину канифори на 20-50 граммов, ну, можно на 20 граммов спирта, в спирте разводим. Значит, прекрасный стоппер, причем срывается и дальше уже откручивается легко, не забивает резьбу, в общем, проверенное средство, я пользуюсь до сих пор. В лапе отдачи резьба глухая, то есть она не сквозная, в отличие от задней лапы, здесь можно пользоваться стоп, любыми пастами, здесь же нельзя, потому что паста набивается, не дают закручивать, в результате мы не можем стянуть до конца. Ну и все, теперь мы оставляем на те же полтора-час сорок, также мы оставляем для контроля наш компаунд, будем контролировать для того же состояния, когда у нас тянуться перестает, но еще оторвать можно, что называется. Ну и все, ставлю ее на паузу, у вас пройдет совсем мало времени, дорогие друзья, у меня пройдет полтора часа, пойдем пить кофе. Итак, прошел час, и мы с вами проверяем, вот видите, все отрывается, уже не липнет, можно было еще немножко подождать, но в принципе, в принципе, в принципе, скрываем. Итак, скрывается ТЗ-550 после проведенного, после проведенной вклейки резивера, карабин у меня один, другого шанса может и не быть. Снимаем. Так, и раскачивая, все видно хорошо, и потихонечку раскачивая за ствол, так, 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 все, вышел. Вышел. Ну, что вам сказать, друзья, считаю, что все получилось. Пока это еще не совсем красиво, вот эти лишние места можно убрать, здесь лак не снят, поэтому это у нас все легко уберется, это легко уберется, каверин нет, все у нас очень плотно, здесь мы обрежем, пока компаунд у нас не закостенел, все это делается легко, острым ножом, что сейчас я и сделаю. Чтобы вас обрабатывать видео, я пока еще не умею, я только учусь работать с редактором, поэтому я, наверное, поставлю на паузу, просто пока обработаю и покажу вам уже финиш. Собственно, все и так понятно, да, без подробного такого видео, чтобы снимать всю эту кропотливую работу по удалению отлива, облоя еще по-другому, да, его называют. Упростим. Я поставлю на паузу, обрабатываю и покажу уже финиш, то есть вот это вот все лишнее, пока оно, видите, не закостеневшее, это легко убирается, главное у нас форма, главное, самое ответственное место, это у нас вот эта вот поверхность лапоотдачи, она, как вы видите, без раковин, без недоливов, она ровная, значит, не забудем убрать вот эту вот изоленту, правильнее сказать, канцелярский скотч, канцелярский скотч и изоленту, все это убирается, здесь у нас как-то почему-то, компаунт не пристал, потому что обработан, все это легко, вот пластилин у нас оставший, здесь он почему-то у нас вперед ушел немножко, не совсем красиво, но меня это устроит, вполне, лично меня это вполне устроит, поэтому ставлю на паузу, вздохну, свободно, спокойно, что у нас ресивер оказался свободно вынимаемый, так что вот посмотрите еще раз до обработки, сейчас я приступлю к обработке, пока ставлю на паузу, я убрал, лишнее, по моему разумению, пластик, и здесь вот нам надо немножечко снять, дождался пока пластик станет закостенеет, станет прочной пластмассой, и соответственно надо немножечко вот здесь убрать гремелем, дабы не было касания пластика ствола, потому как у нас ствол вывешен, и вывешен он должен быть по всей длине разномерно, то есть касание здесь нежелательное. Значит, мы сейчас выставим, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать. Вот есть у нас, вот здесь вот, есть большая у меня каверна, да, все-таки оказалась каверна, несмотря на то, что я ждал, чтобы весь воздух поднялся до того, как до погружения, тем не менее, все равно каверна у нас образовалась, но она, место здесь не критично, здесь фактически нагрузок нет, пыль будет, ну, немножко неэстетично, но на физику процесса это никак не влияет. По стволовой выемке, боже мой, дело в том, что влага сюда попадает охотно, отбродишь по лесу, дождь, снег попадает в это пространство, но покидает его крайне неохотно, поскольку плохо вентилируется, и не вытереть, не промыкнув, стол, ушами. Поэтому, дабы дополнительно защитить, я воспользуюсь вот таким лаком шелочным, он доступен в любом персонал-магазине, недорогая баночка. Влаг очень стойкий, на спирту, спиртовой, с ним удобно работать. Я покрою вот таким образом, в том, что в компании повлаживаются в условия, но и заодно здесь здесь, конечно, не обязательно, чтобы мы слоим, чтобы везде. Все, товарищи и господа, друзья, фактически ремонт нашей буратины, как мы его осмотрим, осталось деревянным ложем, ложементами. Так, после того, как мы покрыли лаком, фактически работа завершена. То есть, вот посмотрите, что у нас получилось. Вот эта вот каверна у нас. Ну, кому не нравится, можно заклеить дополнительно, немножечко намешать. Края не совсем у нас здесь крайне эстетичны, но не критичны. Здесь плавный переход у нас. Дополнительное упрощение этого места здесь. Нагрузка у нас основная идет на эти щеки. Поэтому лишним это усиление не будет. Вот и все. Теперь что? Теперь мы нашего друга соберем. Перед тем, как полностью собрать карабин, я обслужу механизм. Удалю накопившиеся в механизме пыль, грязь мелкая. Хочешь, не хочешь, жужье входит в поле, набирает туда. Вишний раз разобрать и обслужить триггер совершенно не помешает. Вот видно, что и пыль на нем есть мелкая. Промоем в растворе керосина. ВД можно промыть хорошо. Потом смажем и соберем окончательно. Ну, пока вот так. Предложу, чтобы было всем понятно, что сейчас это обходит у нас. Вот так вот очень хорошо плотно ложится. Она называется постелька. Зазоры у нас здесь определены. Они просматриваются. На скобе тоже зазорчики впереди, сзади есть. Замечательная. Не бросаются в глаза и в то же время гарантируют нам, что если деревяха будет набирать у нас влагу, она не расколет. При выстреле, при динамических нагрузках у нас сколов не будет. То есть здесь получился очень аккуратненький зазорчик. Фактически две десятки, наверное, миллиметра. Что вполне у меня острое. Здесь у нас заподлицо. Спасибо вам, что уделили внимание. Посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Вы сможете задать мне вопросы в чате, в канале. Я постараюсь на них ответить как можно подробнее. Ну и жмите колокольчик, дабы не пропустить следующие ролики. Всего доброго, друзья. До скорых встреч в канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok